У многих начинающих есть проблемы с настройкой гитары. Сейчас я помогу вам эти проблемы решить. Первая струна, открытая, то есть не прижатая ни на каком ладу, должна звучать вот так. Это нота ми. Она изображается в виде кружка между двух верхних линеек на пятилинейном нотном стане. Если ваша гитара не классическая, а акустическая или электро, то ее первая струна звучит точно так же. Это тоже нота ми. Просто она имеет другой тембр или окраску звука. Вы очень легко убедитесь, что эта нота одна и та же, если попробуете ее спеть. Итак, ваша первая струна настроена. Теперь по ней настраиваем вторую. Надо прижать ее на пятом ладу. Раз, два, три, четыре, пять. И ее звук должен совпасть по высоте со звуком открытый первый. Открытая же вторая струна дает ноту Си. Она рисуется на средней линейке пятилинейного нотного стана. Чтобы настроить третью струну, надо прижать ее на четвертому ладу. Вот этот четвертый лад у нас должен совпасть по звуку с открытой второй струной. У меня сейчас не совсем совпадает. Открытая же третья струна это нота Соль. Чтобы настроить четвертую струну, надо прижать ее на пятом ладу. И она будет звучать одинаково с открытой третей. Открытая же четвертая это нота Ре. Точно так же настраиваем пятую и шестую струну. Обе их прижимаем на пятом ладу. Пятая по четвертой. А открытая пятая будет давать ноту Ля. И шестую по пятой. Опять-таки на пятом ладу. Открытая же шестая это будет нота Ми. Так же как и первая струна нота Ми. Но другой октавы. Повторяю еще раз. Все струны надо прижимать на пятом ладу. Кроме третьей. Третья струна прижимается на четвертом. При таком способе настройки постепенно может накапливаться ошибка. Поэтому лучше строй проверить еще другим способом. Например. На первой струне на третьем ладу. Прижимаем ноту С. И проверяем по третьей открытой струне. Они должны звучать. Сливаясь практически в одну ноту. Соль. Соль. Октава. На четвертой струне прижимаем второй лад. Это будет нота Ми. Она должна звучать очень похоже на ноту Ми. Открытую первую. Если это не так. То надо четвертую струну подстраивать. Потому что первую у нас взята за эталон. На пятой струне прижимаем на втором ладу ноту С. И проверяем ее по открытой второй струне. Сейчас пятая струна у меня высоковато звучит. Чуть ее спустим. Вот они практически слились в одну ноту. И шестую струну проверяем по открытой первой. Как я уже говорил. Еще один способ проверки строя. Это взять двумя способами один и тот же аккорд. Я это обычно делаю на аккорде соль мажор. Он же Г латинское. Первый способ прижатия соль мажора такой. Второй палец ставим на третий лад шестой струны. Это будет нота Соль. Первый палец ставим на второй лад пятой струны. Это будет нота Си. И мизинец ставим на третий лад первой струны. Это будет тоже нота Соль. Сейчас строй не совсем чистый. Вот сейчас аккорд настроен более-менее прилично. А другой способ прижатия соль мажора, это с применением большого барре на третьем ладу. Плюс безымянный ставим на пятый лад. Мизинец ставим тоже на пятый лад четвертой струны. И второй палец ставим на четвертый лад третьей струны. И сразу строй, как слышите, нехорош. Вот теперь я настроил гитару под этот аккорд. Он звучит более-менее чисто. Дело в том, что идеально держат строй только очень дорогие гитары, очень качественные. Приходится находить некое среднее арифметическое между этими двумя строями. Чтобы они оба строили более-менее прилично. И тогда гитара будет в среднем звучать достаточно неплохо. Гитара будет в среднем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова